Саше скоро исполнится 11 лет. Он мечтает стать поваром или астрономом. Интересов много, но самая большая любовь – это, конечно, кошка Мася. Мы когда брали котенка, нам сказали, что это очень социальные кошки. Им нужно, чтобы дома все время кто-то был. Я говорю, вот нам подходит, как раз мы все время дома. Диагноз Саша – прогрессирующая мышечная дистрофия. Мальчик ходит с трудом, не может сам подниматься и спускаться с лестницы. По проекту в их доме пандус предусмотрен, но застройщик его установил только у одного подъезда. По федеральному закону о социальной защите инвалидов пандус должно сделать ТСЖ, если большинство жильцов согласны. С этим мама Саши обратилась в товарищество, но там идею восприняли в штыки. Дело дошло даже до суда, а после – и до городских властей. Глава Самары поручил с проблемой разобраться раз и навсегда. Во многом это была, конечно, задача дипломатического характера, нежели технического. Просто были вопросы, иногда объективные у обеих сторон друг к другу. Необходимо было согласовать ряд вот этих вот нюансов. И после того, как стороны услышали друг друга, поняли, уже никаких особо вопросов друг к другу не осталось. Месяц на дипломатию и чуть больше недели на всю установку. Специалисты оптимальным вариантом посчитали металлический пандус. Быстрый монтаж, легкое обслуживание. Хорошены тем, что пользоваться им могут не только люди с инвалидностью, но и пожилые, и мамы с колясками, которых здесь много. Пандус действительно нужен, потому что неудобно спускаться с ребенком. Городская администрация взяла на себя все вопросы по установке. Нашли спонсора и специализированную компанию. Пандус сделали по всем техническим требованиям. То, что два года такой вот борьбы подошли к концу, это, конечно, здорово. И я верю, что дальше все будет гораздо легче. За ситуацией в этом доме мы начали следить несколько недель назад. Тогда казалось, что компромисс практически невозможен. Тот сюжет должен был называться «Пандус преткновения». Но сегодня мы видим, что дело, кажется, идет к своему счастливому концу. И нам искренне хочется надеяться, что этот сюжет мы можем назвать «Пандус примирения». Валерия Макарова, Алексей Золотенков, Станислав Левин, Максим Гусев. События.